Здравствуйте! В ближайшие 40 минут о важном, что произошло в Республике в уходящие 7 дней. Это Вести Хакасия, события недели. С вами Марина Конодакова. Все службы на чеку. Республика готовится к аномальным морозам. Все тайное становится явным. Авария на теплотрассе в Знаменке показала некачественную подготовку местных властей к отопительному сезону. Рубить станут меньше. Власти ограничили права жителей республики на бесплатную древесину на корню. Проезд закрыт. Отныне должники по судебным решениям могут лишиться водительских прав. Все подробности в интервью у главного пристава Хакасии. Итамуджин и Бахчи Ханпик. Один из самых ярких актеров национального театра. Геннадий Чаптыков отметил творческий юбилей. Республика готовится к аномальным крещенским морозам. Синоптики обещают на следующей неделе ночью до минус 40. А днем столбик термометра опустится ниже 30 градусов. Как уверяют власти, коммунальные и чрезвычайные службы приведены в полную готовность. И возможные ЧП врасплох никого не застанут. Особое внимание уделяется стабильным поставкам тепла и света. Запасом топлива и наличию групп экстренного реагирования. Во-вторых, управление МЧС отрабатывает свои действия в сильные морозы. На базе спасотряда в постоянной готовности находятся грузовики вахтовки и трейлер для обогрева людей. В каждом фургоне смогут согреться до десятка человек. Транспорт заправлен горючим и имеет запас питьевой воды и питания. В МЧС напоминают, если что-то произошло, звонить следует на номер круглосуточного дежурства 112. По возможности постараться сократить время пребывания на улице. При необходимости, если на улицу нужно выходить, рекомендуем одеваться потеплее, одевать теплую и удобную одежду, достаточно просторную. Мобилистов просим по возможности сократить, не планировать на эти дни поездки куда-то далеко по территории республики. Рекомендуем остаться дома, без крайней необходимости никуда не выезжать. Практически всю неделю коммунальщики устраняли аварию на теплотрассе в Знаменке. В результате ЧП упало давление в трубах. Температура снизилась настолько, что пришлось закрыть школу и детсад. Главная сложность состояла в том, чтобы найти место порыва. Подробности в следующем репортаже. Неприятные последствия жгучих морозов не заставили себя долго ждать. Из-за прорыва теплотрассы в этой школе учебного дня не случилось. Температура в здании опустилась до 12 градусов. Некритично, конечно. Тем не менее, по нормам Санпина заниматься в такой обстановке детям запрещено. Неполадки теплопровода в пятницу обнаружили работники котельной. Резко начала падать температура и давление. Но место порыва не могут найти. Вода не выходит наружу. Лишь через три дня удалось выяснить, что авария где-то в районе школы. Копают рабочие вслепую. Труба могла лопнуть в любом месте. Проверить решили первый колодец. Чтобы отогреть землю и добраться до труб, ушли еще сутки и 4 тонны угля. Вчера раскопали, но немножко не попали, не угадали. Провал не в самом колодце, а между колодцами. И между колодцами расстояние большое, где-то порядка 40 метров. И вот точно определить место было сложно. Но плюс к тому же трасса была сделана уже давно. Как таковой коммунальной службы в Знаменке нет, поэтому выходят из ситуации своими силами. Порыв ищут работники сельсовета и школы. Помощь пришла также из Баграда, пригнали экскаватор. Своей техники в селе нет. Тем не менее, температура в зданиях с центральным отоплением плюс 16 градусов. Котельная работает на полную мощность, чтобы не разморозить всю систему. Больница принимает пациентов в обычном режиме, а вот десанты школа пустуют. В школе обучается 161 ребенок. Каникулы у нас маленечко продлены. Часы, предполагаемые учебным планом, будут выданы детям в полном объеме за счет либо сокращения весенних каникул, либо учебы в субботние дни. Родители не звонят, они все относятся с пониманием. И все знают, что процесс идет, работа над тем, чтобы нам температурный режим наладили. Поэтому никакой паники нет. Нам позвонили учителя. Сказали, что не учимся неделю. Обрадовались. Чем будете заниматься? Коньки, горки и все такое. Для поиска места прорыва были привлечены специалисты из Абакана со специальным прибором. Они несколько дней обследовали трассу, но пока безрезультатно. Между тем, у Минстроя есть претензии к местному сельсовету по готовности котельной к отопительному сезону. Выяснилось, что объект работает не на полную мощность, о чем сельские чиновники знали еще в ноябре, но никуда не сообщили. Мария Добрынина, Дмитрий Кузнецов, Вести Хакасия, События недели. В столице Хакасии проблем с отоплением нет, но абаканцев тревожит другое – счета за горячие батареи. Сейчас горожане получают платежки за декабрь, и по сравнению с ноябрем сумма за тепло меньше, но не настолько, как ожидали многие. Последний месяц старого года был довольно теплым, однако, по данным ТЭЦ, тепла город потребил всего на 13% меньше, чем в более холодном ноябре. На самой станции говорят, что это нонсенс. Такого раньше никогда не было. Напомним, тепловики стали более дисциплинированными после того, как в начале зимы им устроили публичную порку за слишком горячие батареи. Сейчас они устанавливают температуру теплоносителя по более объективным данным синоптиков. Правда, тревога в ожидании счетов за январское тепло горожан не покидает. Жители Хакасии больше не смогут получить 150 кубометров бесплатной древесины на корню. Власти решили подурезать столь щедрое предложение. Напомню, в 2007 году правительство приняло беспрецедентную меру поддержки. Каждый человек получал право раз в жизни получить деляну с лесом и вырубить древесину для строительства жилья. В довесок власти выдавали 30 тысяч рублей на саму заготовку. Однако у медали получилась и оборотная сторона. Многие получатели заявлялись на 150 кубометров, но не для строительства дома, а для того, чтобы перепродать свою деляну лесозаготовителям. Все это привело к расцвету всякого рода пилорам и лесопилок, а не обновлению жилищного фонда деревень и сел. Незавершенство закона исправили в конце прошлого года. Во-первых, снизились нормы заготовки. На строительство вместо 150 только 100 кубов. Для ремонта дома и дрова вместо 25 – 20 кубов. Кроме того, отныне запрещено продавать заготовленный лес третьим лицам. Хотя механизма контроля за исполнением этого запрета нет, в профильном ведомстве надеются, что прежний разгул заготовки леса сойдет на нет, и рынок пиломатериалов придет в равновесие. Та древесина, которая поступает к индивидуальным предпринимателям в оборот, незаконна по сути, то есть гражданин рассчитывается частью своего пиловочника, или круглого леса, или вообще просто ничего не получает, имея умысел просто извлечь выгоду из этого. Он подрывает по сути всю систему нашу, людей, которые платят налоги, то есть все влияет на себестоимость и на ценовую политику рынка. Еще одно новшество навеяно апрельскими пожарами. Сто кубометров на корню смогут получить те жители, чье жилье пострадает в результате стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. С этой недели шесть тысяч жителей Хакасии могут лишиться водительских прав. Это те люди, кто уклоняется от уплаты долгов по судебным решениям. Речь идет о делах по алиментам, возмещению вреда здоровью, возмещению ущерба, причиненного в результате преступления и смерти кормильца. Решение федерального правительства о лишении прав – благо для тех, кто годами ждет исполнения решения суда. Как все будет происходить на практике? Об этом мы поговорили с главным судебным приставом Хакасии Иваном Конгаровым. Добрый день, Иван Павлович. Здравствуйте. Итак, все ли готово у судебных приставов Хакасии для исполнения новых полномочий? Конечно, мы уже готовы. Уже с 15 января 2016 года судебные приставы в полной мере будем реализовывать новые свои права. Вот иначе говоря, должник, есть судебное решение от 2013 года, например, 50 тысяч рублей. И он уклоняется от уплаты, уклоняется, приставы не могут его обнаружить, никакого имущества на нем нет, то есть, ну, такая понятная история. Но он ездит на автомобиле. Вот он попадается… Он уклоняется, да? Да, он уклоняется. Он уклоняется, да. Значит, опять же, исполнено производство, выносится постановление о розыске должника и одновременно вносится постановление об ограничении вот этим спецправом, о наваждении транспортным средствам. Данное постановление направляется, копия постановления направляется в орган по надзору, например, это ГИБДД Республики Хакасии, это региональная инспекция по маломерным судам МЧС России по Республике Хакасии, это агентство морского и речного транспорта, это воздушное агентство по транспорту. Соответственно, да, вот направляется копия постановления, и момент нахождения, то есть, когда уже обнаружен этого должника, соответственно, он будет тогда вот уведомлен о том, что в отношении него уже применена мера как ограничение, временное ограничение в использовании спецправ. А каковы шансы здесь поймать должника, если он выполняет, если он, вернее, не нарушает правила дорожного движения, едет себе за рулем и все? Ну, какие шансы? Но когда он может вообще попасть с автоинспектором, чтобы они его пробили по базе и обнаружили, что у него долг оказывается по судебному решению? Ну, наверное, если он просто так вот ездит, то первые, наверное, судебные приставы найдут, потому что, как сказать, мы у нас тоже есть подразделение по розыску, и человек все равно, вернее, должник находится на территории Республики Хакасия, а тем более еще в столице Республики Хакасия, и, ну, может быть, месяц он будет от нас скрываться, а рано или поздно мы его найдем. То есть это будет происходить непосредственно уже на дороге? Ну, конечно же, да. Вот, допустим, такая ситуация, что должник после того, как оказался без прав, ну, что ему теперь делать? Он бежит, быстро все выплачивает, как скоро ему вернут права? Как только будет погашен долг в полном объеме, так и, соответственно, будет вознесено постановление об отмене во временном ограничении, и все станет на круги своя. Ну, просто люди опасаются, что органы у нас не всегда достаточно оперативные, и это там может обернуться каким-то хождением по инстанциям, чтобы свои права обратно вернуть? Есть проблемы, если, опять же, берем по аналогии с тем же постановлением о запрете перерегистрации авторарховного средства, да, есть такие временные задержки, это связано больше даже не субъективно, а с такими объективными факторами, как электронный документ оборот. Мы выносим постановление в Хакасии, в электронном виде направляется в центральный аппарат, ну, в Москву, скажем так, да, и там уже из центрального нашего аппарата ФССП России направляется центральный аппарат ГИБДД России, а оттуда уже уходит в регион, опять обратно в Хакасию. Вот такой вот, как бы сказать... Такой путь. И сколько он дней занимает? Ну, может и за день пройти, может за неделю, пять дней примерно происходит. То же самое с постановлением об ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Такая же примерно ситуация, тоже временные задержки, это не субъективный характер, опять же, вот это объективное. Мы выносим постановление, тоже в электронном виде, направляем в пограничную службу ФСБ России. И, соответственно, там тоже пока произойдет рассылка на все посты пересечения, да, и наоборот, когда мы снимаем это ограничение, то же самое временное ограничение, примерно две недели происходит. Так вот. Насколько эффективна, на ваш взгляд, будет эта новая мера? И какова доля вообще долгов от 10 тысяч, да, которые попадают под новую полномочию в общей структуре задолженности? На данный момент примерно подпадает 6 тысяч доложников. Вот конкретно 6 тысяч. Много ли это мало? Но, опять же, судить, то есть если говорим о том, что у нас всего 450 тысяч исполнен производство, и из них только 6 тысяч доложников подпадает, да, кажется, ну, не такая уж и большая, как бы, сумма, да, доложников. Но в то же время, сколько у нас водителей в республике Хакасия, так, и, соответственно, 6 тысяч, это тоже немалая, наверное, цифра получается в целом по населению жителей республики Хакасия. И опыт показывает то, что когда ввели вот это полномочия у судебных приставов других стран, резко возросло взыскание. И мы надеемся, что в том числе и в России, и в республике Хакасия эта мера станет эффективной. На этой неделе депутаты озаботились имиджем Хакасии. Они решили запретить частным организациям и компаниям использовать в своем названии имя республики. Если сказать точнее, назваться брендами Хакасия и республика Хакасия можно будет, но строго при определенных условиях, каких именно, пока не сообщается. А за самоуправство положено наказание. Стоит отметить, в принятии этого законопроекта парламентарии республики неоригинальны. Подобная норма действует в большинстве регионов. По мнению республиканских депутатов, это должно дисциплинировать бизнес и не допустить дискредитации имени Хакасия. Более тысячи организаций, которые употребляют это название, просто иногда половина из них это просто спекулирует на этом названии, либо уйти от дополнительной какой-то ответственности, либо ответственность свалить на республику Хакасия. И, собственно, мы понимаем, для чего это применяется. Радостное событие для жителей Красного Абакана. В их районе появился новый детский сад. Его построили в рекордные сроки. Тем самым Хакасия стала на один шаг ближе к исполнению майских указов президента, один из которых гласит, в 16-м году полностью ликвидировать очереди в детские сады. Ну что, режем? Добрый путь. С этих слов для многих родителей малышей началась экскурсия по детскому саду. Посмотреть здесь есть на что. Два этажа укомплектованы современными игровыми и спальными комнатами психологической разгрузки. Похвастать такое сегодня могут далеко не все дошкольные учреждения республики. Есть в саду и спортивные, и музыкальные залы. В пищеблок посетители впускают только в сменной обуви и белых халатах. Повара готовят обед для малышей. Тех, кто сегодня не побоялся отпустить родительскую руку и остаться в садике на целый день. Там какой-то мальчик, но он не знакомый со мной. Ну а ты познакомишься? Ну я с некоторыми мальчиками познакомился. А с девочками? Тоже с некоторыми. Садик, говорю, мне понравился. Здесь очень такой габаритные масштабы такие прям. И светлый садик. Тепло, уютно, светло. Актовый зал с первого дня работы сада выполняет свою основную функцию. Здесь идет концерт. Артисты, малыши, зрители, почетные гости, представители городской администрации и строители. Последним особое внимание. Возвели здание строго по графику в рекордно короткие сроки – за 10 месяцев. Обошелся объект в 145 миллионов рублей. 65 выделил федеральный центр, 80 Абакан. Что я хотел бы пожелать нашим главным героям сегодняшнего торжества – хорошо расти, кушать хорошо, спать, а коллективу работать с удовольствием, творчески, внимательно. В штате детсада сегодня почти 100 работников. Стаж многих исчисляется десятилетиями. Примут на воспитание педагоги 340 малышей. С двух лет принимаются дети в детский сад. 14 групп в нашем детском саду открывается. Две группы хакасского языка. Еще изюминка садика – это современная уличная спортивная площадка с турниками, гимнастическими кольцами, канатами и особенным половым покрытием, которое поможет избежать травм при падениях. Подобного сооружения нет ни в одном детском саду Абакана. Наталья Гормашова, Сергей Казмин, Вести Хакасия. В эфире Вести Хакасия. События недели. И мы продолжаем. Синтетические наркотики все больше захватывают местный рынок. В прошлом году их изъяли в 9 раз больше, чем за предыдущий период. Об этих и других итогах своей работы сообщили республиканские наркополицейские. Подробности у Виктора Бурова. За прошлый год наркополицейские изъяли полторы сотни килограммов наркотиков. Криминальную статистику на треть пополнил лишь один житель Табата. У него в январе нашли 50 килограммов марихуаны. Все складывало у себя в подполье. Мы информировали, когда оперативники начали изъимать, у него просто лопатой выкапывали, пока до дна не дошли. Прямо в подполье не заморачивался человек, все себе засыпал. Антилидер ведомственной статистики – синтетические наркотики. Их в прошлом году изъяли в 9 раз больше, чем в 14-м. При этом в наркоконтроле отмечают, в кризисный год в Хакасии стало модным заниматься наркобизнесом целыми семьями. Только в настоящее время решение суда ждут две задержанных супружеских пары, у которых на руках малолетние дети. Суд вынесет обвинительные приговоры, а там сроки немалые. Когда потом они увидят своих детей, если сейчас они, можно сказать, несмышленыши, можно, как говорится, вот те радостные моменты воспитывания ребенка с самого маленького возраста пропустить просто. Еще одна тенденция 2015 года наркобизнес помолодел. Продажи синтетики через интернет стали активно привлекать школьников и студентов. Наркополицейские предупреждают молодых людей, нужно хорошо подумать, прежде чем делать закладки наркотиков по городу. В отдельных случаях ответственность за их распространение наступает уже в 14 лет. Но есть и статистика, которая не может не радовать. Например, количество вызовов скорой помощи при наркотическом отравлении снизилось в три раза. А в борьбе с торговцами, смертью и наркоманами полицейским все чаще стали помогать неравнодушные жители. Есть случаи, когда жалобы в наркоконтроль пишут целыми подъездами. Они сидели за это дело, а потом они когда освободились, она сожители взяла, и они вместе варили, мы задыхались. Но вот этот раз они пришли, извинения попросили и сказали, что больше мы не будем. И с тех пор, как они отсидели, пока барка у нас прекратилась. Виктор Бур, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия. Послезавтра один из главных православных праздников – Крещение. Мы решили напомнить всем желающим окунуться в святую воду, как правильно это делать. Подробности в следующем сюжете. На Руси издавна считается, что купание на Крещение способствует избавлению от различных недугов. Все дело в воде, которая в ночь на 19 января набирает особую силу. А потому даже те люди, которые никогда не занимались закаливанием, в праздничный сочельник бесстрашно окунаются в прорубь. Однако правила погружения в ледяной водоем никто не отменял. И первое, что необходимо сделать – это разогреть тело. Достаточно выполнить несложные физические упражнения. Еще важный момент – это одежда и обувь. Соблюдая традиции Крещения, или как по-другому называют Богоявления, нужно в воду входить в специальной одежде. У вас должна быть белая рубашка, белый платок. И это касается не только женщин, но и мужчин. Второй нюанс – когда мы заходим в воду, и люди забегают, им холодно, они выбегают, ничего не понимают, толком не окунулись, и больше замерзли. Для того, чтобы этого не произошло, нужно соответствующе подготовить ноги, потому что первыми замерзают пальцы ног. Нужно одеть теплые носки и кроссовки. То есть пока мы в воду идем, пока вода проникнет пальчиком, пока то все, мы уже три раза успеем окунуться. Все, пошли. Пописали. После каждого окунания, согласно христианским традициям, следует креститься. Церемониал медики советуют уложить в пару минут, чтобы не переохладить организм. И затем можно отправляться на берег. Если предусмотрена лестница, то нужно зачерпнуть в ладони воды или снега со льда, и затем крепко взяться за поручни. Я в шоке. Я счастлива. Нужно сразу выйти, одеть сухую одежду, носки, и, естественно, ну просто взять и одеться. И выпить горячего, чего-нибудь горячего. Чаю с перцем я навожу. Собственно говоря, вот мне жарко. Мне даже сейчас не пить, не есть, ничего не хочется. Хочется просто остыть. Потому что выброс адреналина на самом деле большой. И просто-напросто жарко. В Крещенский сочельник и непосредственно в праздничный день обеспечивать безопасность купающихся будут и медики, и силовики. Так в Абакане купели, подведут освещение. На берегу установят пункт временного обогрева. Подъезд автомобилей к Иордане разрешат лишь в одном месте. Дежурство спецслужб по проруби продлится два дня – 18 и 19 января. Наталья Гормашова, Дмитрий Парахин, Вести Хакасия, События недели. 30 лет творческой деятельности отметил Геннадий Чаптыков. Заслуженный артист России и Хакасии, сегодня он один из ведущих актеров Национального театра. Причем играет не только на сцене, но и с удовольствием пробует себя в кино. Как Геннадий Чаптыков пришел в профессию, что ему важно получить от зрителей, и зачем он ездил на прием к министру обороны, актер рассказал в интервью нашей программе. Здравствуйте, Геннадий Николаевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Итак, юбилей, 30 лет творческой деятельности. И хотелось бы понять, вот многие актеры говорят, что я с детства мечтал о сцене. Вы так о себе можете сказать? Я никогда не мечтал о сцене, даже не думал. Вообще я учился в политехническом техникуме, в Абакане, здесь никуда не отъезжая. И в театр пришел, как говорят, случайно, может быть. А случайность это так, что я женился на актрисе Светлане Семеновне. Она уже закончила была Санкт-Петербургская, тогда Ленинградскую академию театральную. И вот я как бы был очарован работой в театре и пришел туда после политехнического работать электриком. И вот пошло-пошло, потом я поступил в институт в Красноярске и закончил в 1984 году и стал работать в театре. То есть, по сути, это заслуга Светланы Семеновны? Ну, наверное, заслуга. Если бы она плохо играла, может быть, я и не пошел бы, сказал бы, наверное. А сейчас с каким настроением вы подошли к юбилею? Есть такие мысли, что да, я многое сделал? Или наоборот, чувство неудовлетворенности, мысли о том, что вот надо еще какие-то испытания, что-то надо преодолевать, куда-то надо расти? Знаете, чем больше работаю в театре и в профессии актера, и тем больше я убеждаюсь, что профессия актера очень глубокая. Я еще не достиг, это вообще очень хорошее выражение, совершенство нет предела. И поэтому я себя считаю, как только что закончился институт, и еще только познаю профессию актера. И мне очень интересно, радостно работать, окунаться в эту профессию, работать с разными режиссерами. А вот за эти 30 лет, которые вы работаете в театре, он как-то меняется? И меняется ли зритель? То, что было в 80-е годы, то, что есть сейчас, в чем разница? Ну, наверное, меняется. Я не могу сказать, в чем разница, но зрителю, понимаете, мне вопрос иногда задавали так, а что, какая разница, или в кино сниматься, или в театре играть? В театре это более живое, более сиюминутное, и более как общение, прямо очень близкое. Но ведь не секрет, что театр как средство досуга, да, как, может быть, и как искусство, оно по своей популярности у зрителя уступает кино, интернету. Вот вы же наверняка видите, что и залы сейчас не такие полные. Вот это вас не огорчает? Но зритель не виноват в этом, и абсолютно. Потому что, как говорят, хлебный магазин приходит за хлебом, и нужно быть, чтобы выпечка была хорошая. Это я отношу себя, если плохо, то есть я играю. И то есть здесь все совместно, как производство. Режиссура, тема, драматургия, актеры, и вообще постановочная часть. То, что если мы все хорошо делаем, и зритель пойдет. То есть если мы возьмем кураж, любую тему берешь, любую тему. Комедию, драму или трагедию, или жанр. Если человек заинтересован, как актер заинтересован, как режиссер заинтересован, я думаю, как композитор заинтересован, как художник заинтересован, тогда это будет интересно зрителю. А если мы неинтересны, только мы отрабатываем, чтобы нам зарплату дадут, то это уже не служение, а тяжкий груз, который мы несем, по неволе, это очень тяжело. Ну, кураж, а где его взять? Где вы его берете? А кураж, как брать? Кураж, не знаю вообще, в жизни, понимаете? Чатор – это и есть жизнь, понимаешь? Мы наблюдаем взаимоотношения между персонажами. Как бы на улице увидишь, где, понимаешь? Ты вообще в жизни с кем? Потому что наблюдательным быть, понимаете? Оценки. Я согласен с режиссерами, которые требуют с нас, актеров, убирают всякую шелуху, ненужность. Вот это штампы, я имею в виду скажу. Почему, наверное, и зрители не ходят? Почему зрители не ходят в театр, если человек фальшивишь, в взаимоотношениях, чувствуя вот этих персонажей даже, значит, мне это неинтересно. А если там есть какая-то интрига, что-то там искра высекается, какие-то конфликты очень жизненные, очень современные, и тогда и если актерам интересно работающим, значит, это будет интерес перекинуться в зрительный зал. И зрительный зал опять на сцену, это Вольтова дуга. Геннадий Николаевич, знаю, что в прошлом году вы были в необычной роли, в роли Деда Мороза, ездили на елку, устроенной Сергеем Шойгу. Расскажите об этом коротко. Ну да, это для меня была большая честь, конечно, большая честь. Во-первых, я благодарен руководству, то, что они послали. Это прием министра обороны был. Особенность была, чтобы показать в Москве Хакасского Деда Мороза, Снегурочку, Сохопсах и Сохосжех. Особенность, во-первых, на языке мы говорили, потом перевели, конечно, на русский язык. Чаптыкова – это известная фамилия в театральной среде. Ваша супруга – известная актриса. Ваш младший сын работает в театре «Читиген». Как вы думаете, можно ли ожидать, что ваши внуки и те, которые есть, и те, которые еще будут, могут тоже пойти по вашим стопам? И как вы к этому отнесетесь? Конечно бы, я бы рад был, если они пошли по моим стопам. То есть по стопам своих родителей, вообще по профессии. Но, и опять-таки, но то, что эта профессия очень сложная. Я своему сыну сразу сказал, это очень жесткая профессия, конкурентная профессия. Если быть средним или таким актером, лучше не стоит. Из-за этого чувствуешь, что ты должен идти нести, вести, ведущим быть, и нужно отдавать для этого все свое, то, что старание, что хотение, то, что ты хочешь. А так в театре прохлаждаться не стоит. Я имею в виду по актерской линии. Если ты хочешь актером. Да на этой профессии я ее не вижу, до сих пор еще не вижу. Я думаю, дай бог, что я... И мне все это интересно еще, как работать в этой профессии. Что ж, спасибо вам, Геннадий Николаевич, за нашу встречу. И еще раз поздравляю вас с творческим юбилеем. Спасибо, спасибо. Спасибо вам также. Спасибо всем. И еще об одном юбилее, незамеченном ввиду праздничных каникул, но важном для истории региона. 85 лет исполнилось Хакасскому книжному издательству. Тогда, сразу после Нового года, начиналась работа. 2 января 1931 года Хакасское бюро ВКПБ приняло резолюцию о преобразовании литературно-издательской коллегии «Национальное издательство». Так, Хакасия получила собственное учреждение по изданию национальной литературы. За 85 лет оно дважды закрывалось, но каждый раз общественность добивалась его открытия. В архиве нашей гостелерадиокомпании сохранились кадры издательства советской эпохи. В то время оно было одним из центров культурной жизни области. Здесь работали известные писатели и художники, и благодаря их труду школьники получали интересные учебники по национальной литературе и языку. В наше время значение издательства по-прежнему высоко. Сегодня оно единственное исполняет госзаказ по изданию литературы на хакасском языке. На официальном уровне юбилей учреждения будет отмечаться в сентябре. На этом у меня все. Я желаю вам приятного окончания выходных и позитивного настроя на новую рабочую неделю. Всего доброго и до новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова